В Березовском городском суде судья Сергей Соловьев в закрытом для прессы процессе отказался изолировать от общества в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 13-летнюю Лину, которая, как выяснилось, не только снимала на видео, но и принимала активное участие в казни 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова, которого, напомню, шайка из пяти набуханных малолеток 13-16 лет от роду 9 августа заманила в гаражи на улице Исакова, заставила раздеться до гола, снять православный крестик и после этого парня запинали до смерти. Самый лютый 16-летний, назовем его условно Игорь, прыгал ногами на голове жертвы, скончался Дмитрий от черепно-мозговой травмы. По первоначалу в СИЗО заточили только лютого Игоря, остальные четверо 10 суток гуляли на свободе, пока по Березовскому не прокатился кипиш, вылившийся в народное вече, и только после этого комитетчики арестовали оставшихся трех пацанов, участвовавших в убийстве Дмитрия. Старшего 16-летнего отправили в СИЗО, двух 14-летних изолировали от общества под домашним арестом. Что касается 13-летней Лины, сначала до конца снимавшей убийство на мобилу одного из пацанов, а потом еще и пнувшей жертву по спине и голове, то она в силу юного возраста по уголовке за содеянное отвечать не может. Она по делу проходит с свидетелем, однако комиссия по делам несовершеннолетних, на учете в которой состояла Лина за кражу кроссовок, сочла уместным и даже необходимым изолировать ее от общества в спецучреждении закрытого типа для юных преступников, которые в силу возраста не могут топтать обычную зону. С административным исковым заявлением о помещении Лины в спецучреждение ПДНовцы вышли в Березовский суд, однако судья Сергей Соловьев им отказал, пока без объяснения причины. Мотивировочную часть он обещал написать сегодня, завтра стороны процесса смогут с ней ознакомиться и понять почему нет. Решил удовлетворение обместила исковоза в лентитарной комиссии Березовского по делам несовершеннолетних и защитных правонаправлений, ну не совершили... Специальное учебное воспитательное учреждение закрытый тип на суде в трех лес в помещении ЦБ СМП до 30 суток отказать. Решение может быть обжаловано в течение одного месяца дня принятия решения судом в окончательной форме. Составление мотивированного решения откладывается до 25 сентября 2018 года. С мотивированным решением стороны могут быть ознакомлены после его получения 26 сентября в канцелярии судом города Березовска. Безусловно, потерпевшая с решением не согласна. У нас есть 30 суток, мы его будем обжаловать в течение 30 дней. То есть это позиция однозначно. Потерпевший Рудаков считает, что *** должно быть изолировано. Мы изучали же письменные заключения психолога-психиатров, многочисленные. Я пошел к такому выводу. С учетом ее психологического состояния, воспитания, характера, человек, на сегодняшний день я считаю, она опасна для общества. В закрытом процессе адвокат Евгений Кочешков настаивал на изоляции Лины, цитирую его речь по журналистам, услышавшим его слова из-за закрытой двери. «Никто с ней сегодня не может справиться. Она не подчиняется никому. И школа с ней не может справиться. Поэтому нужно ее отправить в специализированное учреждение закрытого типа. Я полагаю, это даст положительный для нее результат». Конец цитаты. «Я знаю роль каждого по этому делу. Из пятерых. «А вы видели видеозапись, которую она была?» «Я еще раз повторю. Видеозапись никто не видел. Мы ее увидим по окончании предварительного расследования, когда мы знакомы со всеми материалами уголовного дела. Перевоспитание этой девушки. Они принимали все участие. Это и школа, и ПДН, и внутрешкольная комиссия. Все участвовали. Все, так сказать, в силу своих обязанностей, выполняли обязанности, я считаю. Но по-нашему, по-моему, она не исправилась. И до сих пор не понимает, что она сделала, сотворила. Она состояла на учете в ПДН? «Да, конечно. Она про кроссовки, вы же помните. Она продолжает обучение в восьмом классе. Продолжает дома обучаться. Очень удобно. Скрыться от всех, проходить по делу с свидетелем. Все очень удобно. И, по-моему, до сих пор, еще раз повторюсь, она не понимает, наверное, что до сих пор сделала. Продолжение следует...